На улицах поселка должен быть наведен порядок. Такое поручение вурнарским властям дал глава республики. Михаил Игнатьев приехал в районный центр, чтобы проинспектировать ход капитального ремонта домов и местной больницы. Попутно руководитель посмотрел, в каком состоянии находятся дворовые территории. Подробности у Дмитрия Ковалева. Из окон этого дома открывается весьма неприглядный вид. Заросли клёна, нескошенная трава и уже давно заброшенная постройка. Хотя буквально в пяти минутах ходьбы отсюда располагается вокзал. Такие дворы, отметил глава региона, облик районного центра не красят. Возникает резонный вопрос, неужели этого не видят сами жильцы и местные власти? Ведь провести субботник совсем не трудно. Когда будет сейчас сделано? Разберемся. Месяц. Месяц? Хорошо. Пронимается. А вот такие фото глава региона опубликовал в своем инстаграме. К сожалению, даже беглого взгляда на территории муниципалитетов достаточно, чтобы понять, что не все организации справляются с уборкой мусора. На фото дворы города Чебоксары и города Новочебоксарска. В ближайшие годы предстоит реализовать и масштабную программу капитального ремонта домов. В Урнарах в плане на этот год 10 адресов. Сколько сейчас работы сделано? Так, из 10, 7. Закончили 3, нет. Они когда завершат? По контракту? До конца, до ноября. До конца ноября должны были. Сейчас, в октябре? Да. Отставание есть или нет? Есть. Отставание есть? И когда завершат? Ну, предполагается, что говорят, они обещают, что в срок. Наш представитель начальных оккурсов всегда участвует в приемке. Если претензий есть, мы представляем. Депутатов мы всегда задачивали, депутатов надо тоже подключать. Депутатский контроль тоже подключаем. Партийный контроль, депутатский контроль. В этом доме уже заменили электропроводку и отремонтировали кровлю. Предстоят и другие работы. Глава региона указал на плачевный вид подъездов. Повсюду торчащие провода, не говоря уже о грязи и паутине. Сколько лет? Рука не доторговала сюда никому. Спрашивать надо, и людей надо мобилизовывать. Глава региона проинспектировал и ход капитального ремонта в районной больнице. В стационаре уже установили пластиковые окна и заменили коммуникации. Сейчас подрядчики благоустраивают фасад. Сдать работы обещают в начале ноября. Все недоделки мелкие, которые Николай Антонович все замечания нам дал. По двум этажам все это хотим закончить, все завершить. Рабочей силы хватает? Конечно, все хватает, рабочей силы все работают. Жители как отзываются? Хорошо. Довольны наоборот. Ох, как светло, красиво. Мы с больным уже разговариваем. На модернизацию стационара было выделено более 10 миллионов рублей. Сейчас светло, чисто. Надеемся, что лучше будет. И условия труда, и для пациентов условия лучше будут. В целом состояние здоровья, если жители, которые сюда приходят, она как бы улучшается или чувствуется, что ухудшается? Нет, улучшается. В поликлинике района Михаил Игнатьев поговорил с пациентами и врачами. Главу региона интересовало, как налажена связь с ведущими медцентрами Чебоксара. Допустим, у него давление повышено. Вы, соответственно, не можете ему сказать, как дальше лечить. Вот вы можете кардиологический сейчас наш, оригинальный, республиканский, который на Гладковых связь есть? В следующем году ремонт районной больницы продолжится. Для правительства региона это приоритет. В бюджете необходимая сумма заложена. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.